Здравствуйте! С вами Денис Щедров и в эфире программа «Вип-зона». Сегодня у нас в гостях необычный российский исполнитель. Автор своих песен, композитор, а также свое творчество он называет «Веселая бабури» – Петр Налич. Здравствуйте, Петр. Добрый день. Петр Налич родился 30 апреля 1981 года в Москве в семье архитекторов. Окончил Московский архитектурный институт, но по стопам родителей идти не стал, а избрал путь своего деда, который пел лирическим тенором в Белградской опере. С самого детства он был очарован музыкой и постоянно пел. Основная волна популярности обрушилась на него в 2007 году, после того, как он выложил в интернет самодельный клип на песню «Гитар». Петр Налич, Петр Налич, Петр Налич. Вы прославились в 2007 году, выложив свою песню в интернет. Как вы думаете, почему у вас это получилось? Действительно хорошая песня. Во-вторых, хороший клип получился. Он получился легкий, веселый, без попытки сделать что-то хай-файное. А именно, наверное, как-то удачно использовались те возможности, какие были. То есть бытовая камера, анимация какая-то, которая примитивная, которую можно было сделать в компьютере на тот момент, опять же. В начале 2000-х годов компьютеры бытовые достигли такой мощности, что появилось много программ, которые могли обеспечить музыканта любого возможностью писать дома многоканально, то есть в наложение. Это был огромный прорыв, который дал возможность, например, мне записывать вещи. А это уже достаточно такая полноценная аранжировка какой-то поп-песни, скажем. Второе, то, что интернет, конечно, размахнулся настолько, и появились просмотровики, а именно YouTube. Естественным образом в среде моих сверстников, там плюс-минус, там несколько лет, появилась возможность, что бы ты ни делал, будь то песни, будь то фильмы, короткометражки, шутки, грустные вещи, там какие хочешь, литературные выступления, чтение стихов, флешмобы, снимать и выкладывать таким образом, что теоретически все, там миллионы людей, по всему миру могли это увидеть. Субтитры подогнал «Симон» Как вы думаете, сейчас исполнитель может раскрутиться без продюсера, используя только интернет? Уверен, что может, хотя, надо сказать, что именно там 10 лет назад, когда произошло событие, о котором вы говорите, тогда была более узкая аудитория интернета, но она была более свежая в том смысле, что готовы были смотреть практически все. То есть просто было интересно, потому что сам по себе механизм был еще настолько интересен, что было интересно практически все, что происходит, поэтому у тебя было больше шансов, что в принципе тебя посмотрят, что нажмут кнопку «Посмотреть». Сейчас, мне кажется, очень многие люди, которые пользуются интернетом, например, я и многие мои знакомые, если тебе предлагают что-нибудь посмотреть, ты скорее всего скажешь, не надо мне ничего показывать, не надо мне ничего предлагать, потому что усталость от контента очень большая, в принципе. Только если тебе кто-то порекомендует, ну там, в моем случае, тогда ты нажмешь кнопку, там, посмотришь. Всегда есть какие-то пути, которыми какие-то интересные исполнители в разных жанрах и художники в широком смысле могут донести то, что они делают до какой-то аудитории. Что сейчас необходимо музыканту, чтобы заявить о себе? Я не знаю, что нужно. Я верю в то, что если есть ощущение, что нужно повысить свою квалификацию, то надо стараться это делать. Часто бывают какие-то такие моменты, когда тебе кажутся, что ты все это зря делаешь, все это никому не нужно и так далее, и так далее, что ты тратишь огромное количество сил и времени, а выхлоп, если есть, то он незначительный, не такой, как ты ожидаешь. Если человек верит, действительно, это проверяется, мне кажется, временем, то есть в течение нескольких лет он делает какую-то вещь и понимает, что все-таки нет, это здорово. То, что он делает, даже если он понимает, что аудитория его не такая большая, как ему хотелось бы, или она не так воспринимает его, как ему хотелось бы, такое тоже бывает, что аудитория есть. Поэтому много всяких таких моментов сложных. И, с одной стороны, не идти на поводу у публики, с другой стороны, не драть нос и не говорить, что ты непонятый гений. Вы один из первых российских исполнителей, которые начали продавать свой альбом по системе «Плати сколько хочешь». Если не секрет, сколько удалось заработать? Очень немного. И надо сказать, что мы довольно быстро прекратили практику. Для нас это была просто такая плюшка. Ну, то есть давайте сделаем просто вот там, на западе вот сделал. Мы не рассчитывали много заработать и много и не заработали на этом. И потом мы это перестали поддерживать, потому что это бы еще было в тот момент, когда технически это было достаточно трудно осуществить. Например, я пытался сам положить себе 100 рублей, я не смог этого сделать, но просто у меня мозгов не хватило. А таких, как я, было очень много, а было и те, которые еще менее уверенно себя чувствовали со всеми этими платежными системами, особенно это было там 8-9 лет назад. Сейчас гораздо больше людей с большей легкостью эти платежи осуществляют, и, может быть, я не знаю, в следующий раз я опять сделаю эту кнопку. Вдруг теперь лучше заработаю. Постановка голоса для вокалиста является первостепенной задачей. Именно поэтому после окончания музыкального училища при Московской консерватории имени Петра Ильича Щековского, а также студии «Орфей» под руководством Ирины Мухиной, в 2010 году Петр поступил в Академию имени Гнесиных на специальность «Академическое пение» и с успехом его окончил. Погляди на меня и запомни меня, я уйду навсегда, ты не встретишь меня никогда. После окончания первого турне по России и выступления в качестве хедлайнера на международном фестивале «Сфинкс» в Антверпене музыкальный коллектив Петра Ильича после многочисленных ступеней отбора попадает на песенный конкурс «Евровидение», где занимает 11-е место. Какое впечатление оставило себе «Евровидение»? Вообще, зачем вы туда поехали? Почему вы решили это сделать? Изначально это была просто такая веселая авантюра. То есть одна моя знакомая, как ни странно, микробиолог из Германии, написала, а почему бы вам не принять участие в «Евровидении»? Вот надо зайти просто на сайт канала «Россия» и оставить заявку. И мы с друзьями, там нужно было по условиям, песня, которая еще никогда не исполнялась нигде. У нас было 2-3 эскиза. Конечно же, было сразу сомнение брать, что, наверное, надо брать какую-то танцевальную вещь. Но, как ни странно, показалось, что больше подходит именно лирическая такая вот, скажем так, ретро-баллада. Да, Лозен Фагот, который такой вот, что-то такое вот из 60-х, такая стилизация под песни 60-х, показалось, что, может быть, оно все равно будет как-то нам органичнее, приятнее, интереснее исполнить именно такую вещь, а не пытаться в этот мейнстрим попасть, тем более, что мы все равно туда не попадем. Мы прошли отбор в России, как мы его прошли, я не знаю, потому что много ходил слухов, что это все там нам где-то кто-то что-то устроил, а может быть, не устроил, я этого не знаю просто. Я специально никому не просить, ни о чем не ходил. И, конечно, это была мощнейшая реклама. В России наша популярность выросла в три раза просто. Какие-то большие концерты мы стали собирать и так далее, и где-то года полтора, наверное, год, вот, был прям такой какой-то очень большая популярность. Я почувствовал зависимость, наоборот, от аудитории большую. И, опять же, интерес к своей персоне достаточно некомфортный, когда тебя начинают уже фотографировать, и когда ты начинаешь, то есть какой-то порог популярности переходит, и ты становишься интереснее для желтой прессы. Вот сейчас, например, я не интересен для желтой прессы, а это очень приятно. Про Евровидение часто говорят, что это больше политический конкурс, чем музыкальный. Вы как считаете? Безусловно. Это было видно, как политические оппоненты друг другу ничего не дают, а союзники щедро отваливают. Субтитры подогнал «Симон» В 2013 году в сети появился четвертый альбом «Песни о любви и родине», записанный Петром Наличем в сопровождении оркестра Юрия Башмета «Новая Россия». Годом позже, являясь артистом театра имени Гнесиных, Петр исполнил партию Германа в опере Чайковского «Пиковая дама». Сегодня он с успехом продолжает испытывать себя в роли оперного артиста. Очень люблю оперу. Просто вот где-то в 2007-2006 году, когда мы получили такой стартап в эстрадной, тогда же я познакомился с моим первым педагогом Ириной Ивановной Мухиной по вокалу, которая сказала, что у тебя прекрасный голос, надо работать, заниматься. Я сначала как-то думал, да ладно, я так все умею. Но потом втянулся, и вот через год я поступил в Мерзляковское училище при консерватории. Там я учился у замечательного педагога Игоря Николаевича Воронова. Там было очень много предметов, и я просто в какой-то момент не сдюжил все это. И пришлось, вот я три сессии сдал, и потом забрал документы. Потом я поступил в Гнесинскую академию сейчас какое-то время, и в класс Валентины Николаевны Левко, это выдающаяся певица. И там я познакомился с Юрием Акадьевичем Спиранским, основателем оперной студии Гнесинской академии. Какие еще музыкальные жанры вам близки? Практически все. Разве что именно классический мюзикл, я как-то так ни разу не встретил мюзикл, который мне очень понравился музыкально. Ну, если не считать Иисус Христос суперзвезда мюзиклом, это скорее рок-опера, а вот это мне очень нравится. Все остальные музыкальные жанры, это, может быть, начиная от какого-то суперпопсы, типа, не знаю, какого-нибудь Дэрена Хейза, который мне очень нравятся какие-то песенки, или там великого Майкла Джексона, да, который был суперпопсом, я обожаю совершенно Майкла Джексона. Также постепенно уходя от этого, там, через фанк, рок-н-ролл, там, Джеймса Брауна, Литтл Ричард, Эйласа Пресли, в блюз, там, Джон Ли Хукера, Мадди Уотерса, туда, потом в джаз оттуда уходя, там, в всяких замечательных джазовых исполнителей. К чему в итоге вы хотите прийти как исполнитель? Что ждет вас впереди? Я надеюсь, что мне бы хватит сил, пороха, способностей и терпения доводить до конца какие-то интересные музыкальные проекты, то есть авторской музыки, с одной стороны. А с другой стороны идет какое-то развитие именно вокальной истории, то есть я регулярно даю просто вокальные концерты, то есть вот опера, скажем так, романсы, народные песни, которые поются, скажем так, в академической манере. Это тоже все очень интересно, и тоже я этим занимаюсь, и надеюсь, то есть я уверен, что буду заниматься всю жизнь в том или ином виде. Субтитры создавал DimaTorzok Время нашего интервью близилось к завершению. Петру уже нужно было бежать на репетицию новой программы, но о пожеланиях для плехановцев я все-таки спросил. Несмотря на то, что вокруг часто бывает все как-то неприветливо, грустно и уныло, и иногда это уныние ужасно совершенно прибивает к земле, и кажется, кажется, что все абсолютно беспросветно. Я не знаю, может быть, это возрастное у меня, конечно, но все через это в том или ином виде проходят, и стараться посмотреть на это со стороны, понимая, что всегда это обязательно пройдет, а потом придется другой период, ты посмотришь на это со стороны, это оценишь по-другому, то есть не доверяться своим эмоциям целиком и полностью, а стараться их контролировать рассудком. Вот то, что я пожелаю себе и зрителям Плеханов ТВ. На мой взгляд, Петр оказался достаточно позитивным и открытым человеком. Уверен, что он обязательно достигнет тех целей, которые себе поставил. Это была программа Вип-Зона, гостем которой был известный музыкант и композитор Петр Налич. Увидимся на Плеханов ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова